приветствую вас дорогие друзья вы как всегда на канале в гостях у елены и мы уже дома мы вчера поздно вечером приехали и сегодня сейчас утро на улице дождь и лед но мы запланировали перевести перцы и это мы сделаем вот они красавчики вот они дорогие друзья ну как выросли смотрите какие они красивые вот они отлила я их сначала ну просто полила вчера вечером а сегодня утром вот сюда в поддон вот потому что мы прям вот в эти очках будем переезжать вот здесь у меня пакетики заложены хорошо чтобы не протекала не водичка ничего ответьте везде я уже показывал вам всегда это показываю и значит что я дам чем я буду сейчас их подкормить это первая моя подкормка ничего и не давала как многие там отзывались о том что не может быть к этому времени такая рассада значит она какими-то пестицидами покормлена ну это ваше мнение пусть она при вас останется а это рассада для меня для моих любимых и родных которые будут это кушать вот я никогда не пользуюсь потому что я в своих видео всегда рассказываю о том что семена когда мы их сажаем им не нужна никакая подкормка им достаточно хорошая земля я вам ее показала вот и когда они всходят и после подков после пикировки тоже не нужно ничего после пикировки вернее во время пикировки я давала корни сил это для укоренения все больше и своим растениям ничего не давала им хватало той земель и земельки в которой они были посеяны затем в хорошую земельку я распикировала там тоже питание вот представляете они уже в рассадном виде когда они были они покушали свое то есть эту земельку в которых я их посеяла вы видели он показывала ничего и не проращивала и когда все есть на ю тубе затем они покушали всю вкуснятину все я их распикировала и посадила каждый свой стаканчик в новую земельку питательную которую я покупала вот я вам уже рассказывала о ней поэтому повторяться не будем и вот только сейчас уже как я вам и говорила что за после 10 или 12 дней вы можете сделать и я вам показала как опрыскивание по листочку это 9 микроэлементов от уже за это я сделала я вам говорила перед отъездом затем сейчас я буду вот такой вкусняшкой их подкармливать это очень сейчас нужно это органическая подкормка это верми кофе универсальный то есть это и для цветочков и для всего это водная вытяжка из биогумуса никаких здесь минеральных удобрений нет органическая подкормка верми кофе для садово-огородных и комнатных растений повышает схожесть семян устойчивость к болезням и вредителям это в скобочках тут написано фитофторос для и другие усиливает корнеобразование стимулирует рост и плодоношение вот такая вкуснятина тут описывается как что делать и я сейчас им дам первую подкормку это она органическая дорогие друзья вот сюда не сюда не в горшочек а в поддоны и уже я сейчас туда приеду и буду стараться каждый уже пересадить как говорится перевалить в пол литровый стакан а то и в литровый скорее всего в литровые перцы сразу вот так ну что я буду пока делать буду обязательно вам показывать дорогие друзья а на их вот еще смотрите это высокорослые какие вот видите какая прелесть некоторые уже на бутонах эти перцы посажены для здесь видите низкие есть маленькие небольшие и здесь тоже а это очень высокорослые они посажены для раннего потребления на теплые грядки все тоже вам буду показывать так теперь посмотрите сюда смотрите какие огурчики видите вот они какие красавчики эти огурчики у меня комнатные видите они без цветочков они сразу выходят с огурчиком их тут очень много уже а эти он буси перебила по ногам ходит привет хочет сказать вам в общем одним словом я вам точнее все буду рассказывать уже на даче потому что огурчики пойдут уже большую емкость значит как я вам уже говорила чтобы сохранить влагу видите там есть подкормка тоже такую же органическую шперца обязательно и огурчики любят такую подкормку причем что это натуральная подкормка вот там у меня керамзит я уезжала оставляла для того чтобы они не потеряли влагу чтобы им ничего не случилось подпорки я сделала они подтянулись вот как меня не было за три-четыре дня появилась вот столько прям ну получается по две пары настоящих листьев и туда я наливала просто водичку сюда я уже не поливаю вот сюда они тоже пойдут большую емкость вот они готовы к переезду значит эстафету приняли уже под светом томаты которые распикированы в большие стаканчики я не смогла вам это показать ибо меня просто совсем не хватало времени здесь у меня посмотрите какая красота это у меня гелиотропы так меня постоянно все перебивает потому что мы торопимся то буси эту артем сейчас артем подожди это у меня матиола рогатой смотрите какая красота это у меня анютины глазки а это красавчики просто необыкновенной красоты смотрите как они хорошо разрослись и ничего с ними не случилось когда меня дома не был а это дорогие друзья гелиотроп вот такие они красавчики и томаты здесь вот тоже петуни у меня уже такие колеусы посмотрите какая бакопа шикарная ее уже надо видите можно ее тут черенковать так что мы уезжаем смотрите сколько всего и все это приняло эстафету хотя немного сеяла по чуть-чуть и смотрите сколько нужно места а здесь у меня на столе перцы это ранее совсем совсем ранее которые уже с цветом это шоколадный хоровод вот ну что ж дорогие друзья и нам будут включаться потому что мы торопимся я извиняюсь что конкретнее что-то вам не объяснила но конкретики сейчас никакой не нужно мы переезжаем а уже потом я буду снимать вам так как там как мы расположим у нас сейчас очень много дел нужно расставить рассаду на стеллажах на террасе во первых собрать еще сейчас нужно стеллажи в общем сегодня у нас очень много дел отдых отдыхом но работа нас ждет с полной я приехала полные силами набралась энергии и теперь буду со своими любимцами работать так а вот здесь вот лампу приподняли повыше потому что один листочек здесь получился ожог лампа очень низко было не у меня за три дня хорошо пошли вот эти томаты они большие высокие но здесь еще просто цветок выставила сюда чтобы посветлее было ему все сейчас заставлено но ничего потихонечку все мы перевезем значит здесь у меня литровые пакеты перевезем я выпрямлю уберу листочки и добавлю вот столько еще будет земли вот как здесь вот видите я подняла еще добавили здесь не успела а те вот из этих стаканов пойдут в большие и тоже вот так вот земельки и вот столичка будет корней это томаты тоже для раннего потребления для вот этой теплой грядки которую мы готовим вот так вот все уже грузимся и выезжаем дорогие друзья встретимся с вами на даче так ну что дорогие друзья забились по зарез вот красавица здесь все кругом у нас полетем привет всем привет привет очень даже хорошо вот там вот рассада ой простите сейчас я покажу вам вот видите как у нас я немножко ну правда мы с другой машиной вот там у нас рабочие вот смотрите а здесь вот пришла посылка это вообще сюрприз для вас покажу вам когда приеду так я извиняюсь я тут вставала показывала вам так что немножечко тряслось все но мы собираемся все едем и так мы на даче дорогие друзья вот такие красивые цветочки вас встречает это мой букетик здесь 50 тюльпанов это подарок от одной из моих дочерей и много много других еще букетов было вот например красуется замечательный букет от сына вот он и так далее много букетов мы не привезли потому что их некуда было ставить все забито и тепло целый день особенно в машине мы ехали как смогла так и привезла и сколько смогла ну что ж дорогие друзья вот наши растюшечки привезли мы их я их расставила видите так чтобы им было поудобней видите ничего они в машине ехали они все встанут все будет хорошо тем более что я скоро буду их переваливать в большие горшки посмотрите корневая система уже оплела как сильно стаканы вот смотрите им здесь очень светло и без всяко хотя пасмурно на улице идет дождь но им здесь хорошо и никакого света я не включаю вот здесь вот у меня осталось несколько штук я просто не хочу внизу их расставлять там мы привезем завтра едем опять в город привезем томаты и они у меня будут там и внизу у них будет свет хотя и без света прекрасно им там будет это отсюда я уберу вот тут все будет прекрасно будет для них и уютно и тепло и я обрезала сделала обрезку моим красавицам белар кошечка вот это королевские и смотрите как здорово пострадал сбоку здесь немножечко у меня базилик он здесь был вот но ничего вот есть из чего выбрать ничего страшного просто посох немножко естественно меня не было безусловно так что все хорошо пойдет значит здесь вот мы уберем это вот стеллаж пронесли мы будем собирать мебель и мы конечно уберем соберем здесь тоже можно будет поставить какой-нибудь стеллаж а может быть и не понадобится потому что потом уже когда массовые у меня будут посевы я буду это делать их кстати в эти выходные я всегда говорю что с 15 что-то пораньше сей это основные посевы и об этом будет видео это томаты и так далее и еще посею ранние перцы значит дальше вот приготовили местечко здесь тоже будет стеллаж вот он и еще один деревянный вот такой стеллаж так аккуратней тоже вот сюда поставлю один вот так будет другой вот так будет здесь вот тоже у меня я застелю пупырчатой вот такой вот пленка я никогда ее не выбрасываю складываю потом вот за стилю за стилю вот вот таким вот образом вот так чтобы у меня здесь рассада тоже хорошо стояла и конечно что буду придумывать дальше что будем придумывать возможно сюда вот артем при делает полки посмотрим но я конечно этого не хочу постараюсь чтобы обойтись без этого повторюсь что с 15 марта вот ну выходные 14 15 я буду начинать посевы и пока они взойдут им хватит места на одном из моем стеллаже посева будут здесь основные вот и ничего не нужно будет никакого места им делать а там уже будет очень хорошее тепло и часть рассада уйдет в теплицу там тоже инфракрасники есть сейчас расскажу и и здесь освободиться место побольше будет вот так повесил артем инфракрасники он сейчас по делам пошел я уж решила быстренько снять пока есть время и у нас для вас есть сюрприз видео сюрприз вот так что то будем вам показывать снимать сейчас готовится будем придет вот так он подсоединил это двух киловатт ники и вот сейчас только мы как говорится все это расставили подключили а вчера мы же поздно приехали вся вот эта красота она у нас просто здесь в ящиках было потому что здесь очень тепло у нас на улице тепло сейчас у нас 23 градуса вот так здесь и у нас открыты окна в дом доме у нас выключено отопление вот так что вот так трудимся трудимся места мало вот но мы умеем все хорошо расставлять буся скажи всем привет моя дорогая вот она видите и тут тепло на себе вот вот понимаете привет вам ойте потягушечки мои вот так вот так вот так привет это я бусинка где только я не была и во владимире в гостях у одних и у других у третьих до снова домой потом снова на дачу моя зайка везде с нами я пролила подкормила гвоздику конечно муся тут тоже старается ее покусывает но ничего страшного то на кончики покусывает ничего страшного не буду я ее не гонять ничего она многое не скушает до бусинка начинает вот цвести вот эта гвоздика но мне цвет не нужно надо его обрезать пусть она хорошо разрастется я уже оттуда черенковала и смотрю сколько черенков опять появилось можно по черенковать ладно дорогие друзья вот так вот каратенечка может быть еще какой-нибудь кадрик небольшой ставлю и все мои хорошие с прошедшим вас там у меня пиончики для упаковочки я буду сегодня в теплице еще работать если хватит сил после обеда по горшкам рассажу уже пионы очень красивые это как раз таки те пионы которые я купила в обе когда снимала вам просто не показала это с очень большой повышенной морозостойкости вот эти пионы древовидные зеленый шар и шелковая вуаль очень хороший красивый потом покажем вот вообще красота вообще красота так хочется цветов побольше побольше вы знаете какая вот это ваза очень удобная с ножкой как уже очень удобная я сюда комплексное минеральное удобрение капнула и цветочки стоят очень хорошо я их привезла и быстренько чтобы на порадоваться до больше так ну все пойдем обедать и посмотрим что будем делать дальше дорогие дамы мои подружки дорогие я еще хочу вас порадовать вот такой красотой видите как я когда я уезжала я вам рассказывал что я все это поставлю в поддон для чего я это хотела сделать а для того что я вам уже рассказывал прошлом году когда я сохраняла примулу который покупал мне артем до весны так вот хочу вам сказать что без воды бы они погибли без влаги они очень любят влагу я вам рассказывал и говорила что их можно в поддон с и ну я не знаю можно вермикулит что угодно можно для того чтобы это был своего рода как бы дренаж туда налить водички мне всегда нравится керамзит вот я так вам показывала огурчики когда уезжала сделала так если бы я это не сделал за четыре дня мне не было бы огурцов они просто погибли также и приму я занесла сюда хотела в поддон потом я поняла я знаю что там снежочек тает либо идет дождь и все здесь пропитывается и поэтому я вот сюда вот их поставила вот такую красоту я здесь делала так не терпят посадки уже мои пионы посмотрите какие они красивые вот этот просто шик смотрите он что думает мне цветочек что ли дать смотрите какие красивые и менее еще два там дома их древовидных есть два шикарных а вот и тему пришел я без него инфракрасники показала вот девочки вот у нас сколько тема эти здесь 4 здесь 4 киловатта а там может быть я неправильно по киловатту на террасе 2 киловатта вот ну об этом потом еще что я хотела сказать ой чуть не показала сюрприз сбоку вот смотрите помните я вам рассказывал что я посадила лук апрельский лук батон то есть многолетник здесь у меня получается раз два три вида какой из них какой не скажу потому что ну я нормировочку ставила да и вообще зачем она нужна что мне нравится в этом луке здесь теплицы для чего я его посадила посмотрите какую и уже давным-давно мне здесь срезала видно что обрезано кушали что сейчас я сделала вот эту сухую шелуху да вы все знаете у лука батон из подзимы выходит вот именно с такой вот штукенцией как пеленочкой обмотана я все это внизу у меня верхняя сняла когда вот еще холодно было морозы были это был по моему конце февраля и вот это сделала заходила и он у меня пробился хорошо значит это уже вторая вот это вот шелуха убирала второй раз сейчас маленечко подокучила и все оттуда идет влага и он не прекрасно растет и так здесь вот еще один вид лука с чесночным вкусом тоже я его как следую час отберу а это помните он показывал лук-порей вот здесь у меня был посеян и прекрасно он у меня вообще урожай такой был хороший этого лука я на грядку посадила распикировала остальное кучки 2 оставила здесь и посмотрите какой хороший и потом я вам покажу еще на грядке прийти какой толстый я тоже почище покажу вам этот немножечко мне упал но я так поняла что это вот именно и есть лук слезун я долго смотрела посмотрим либо еще другой лук-порей потому что если нет слезу не такой пожалуй он без вот этой вот выемки он гладенький такой тоже плоский в общем одним словом вот у меня еще здесь сколько лука я посмотрю сколько пакетиков лежат и какой из них какое название примерно под угадаю то есть вот сейчас я смогу выдергнуть лук-порей и кушать но я его не буду сразу весь понадобились по мере надобности буду его как бы отсюда выкапывать и вот это вот вот это вот грязь когда другой лук еще был создала вот такую вот нехорошую атмосферу грязи здесь но это мы будем мыть теплицу этому вам покажем все мои хорошие если успею покажу про пионы если нет хочу попрощаться с вами и пожелать вам всего самого доброго самого хорошего весеннего настроения девочки по сил нам побольше желание я не буду вам желать потому что мы садоводы чересчур желаем много посеять и мы любим это и желание у нас через верх за края переходит поэтому я этого не желаю я вам желаю сил любите свои растения и как хотите называете питунечка еще что-то многим это не нравится а я ласково с ними всегда и они отзываются вот такой красотой ко мне лучок чесночок бурачок как говорится и так далее поэтому это очень интересно самой для себя с такой нежностью относиться к растениям и они потом отвечает взаимностью но хочу еще показать почечки набухают у нашей гортензии посмотрите какая красота так что кустики стоят хорошо вот они видите что хочу сказать я забыла самое главное вам сказать что гортензиям в этом году я не дам цвести я хочу чтобы они развили хорошую корневую систему и хороший вверх побегов что побольше наросло вот для того чтобы в следующем году она цвела хорошо это та который на продажу вот я немного погодя покажу вам что я еще им буду делать сейчас пока им ничего не надо кто не смотрел видео смотрите предыдущие вот уезжала немножечко подсох у меня шалфей но ничего страшного я его по обкусаю вот эти которые были и смотрите какие красивые у него появляются ничего страшного малина вовсю растет кто заказал посмотрите на свою малинку вот такой вот красивую она прекрасно растет и желтая и вот это красная все прекрасно растет так что те кто заказал у меня на почту кто захотел заказа сделал все у вас будет все будет расти при ваших глазах то есть вы будете видеть свои растения как они развиваются и я буду их продавать в первых числах июня или же смотря по погоде и потому как будут кусты формироваться то есть пораньше если они уже такие то мы будем с вами встречаться вы заберете ну в общем одним словом наслаждайтесь следите вот вам и плюс того что вы будете покупать то есть вы будете видеть свои растения какие они красивые даже через youtube вот так хризантемы идут я уже вот там вообще пала уже укоренила многие все дорогие друзья до новых встреч удачи мира любите любви тепла и добра вам ну а вы как всегда были на канале в гостях у елены пока пока